Всем привет! Меня зовут Лариса. Сегодня суббота, это значит мы будем говорить о Лондоне, об Англии. К сожалению, видео я не успела демонтировать, оно переносится на следующую неделю. А вот в это субботнее утро я хочу вам сегодня рассказать немножко о Лондоне. Я была в России недавно, мои друзья, мои подписчики, они посмотрели и такие, мне говорят, Лара, всё круто, видео круто, Лондон круто, очень интересно, продолжай. Ну скажи, а по ценам-то чего, как, сколько что стоит? И поэтому я решила сегодня снять короткое разговорное видео, где я буду говорить, чё почём, или сколько стоит Лондон. Это видео чисто информативное. Я не хвастаюсь, я не жалуюсь, я просто хочу вас проинформировать, что если вы едете в Лондон, то вы должны ожидать, что что-то будет подороже, чем в странах, где вы живёте. Я в свою очередь хочу сказать, что если ты ещё не подписан, подписывайся прямо сейчас, прямо сейчас и смотри это видео до конца. Если вы всё ещё со мной, вы подписаны, я вас обожаю. Я когда сюда переехала, я, конечно же, переводила в рубли и думала, ох, господи, этот сэндвич стоит там 400-500 рублей, такой сэндвич не может столько стоить. Когда я приехала в Россию, так я думаю, о, первое, второе, третье стоят всего лишь 5 фунтов, дайте 2. Сейчас я приехала, и у меня опять этот переворот в рубли, я думаю, как всё дорого. А приезжая в Россию, я пересчитываю фунты и думаю, как всё дёшево, берём, берём, всё покупаю, всё покупаю. Смотрю такие видео также по Европе, что сколько стоят, потому что, ну ведь мы же люди, нам же интересно, что у кого в шкафу, что у кого в кошельке, что у кого в косметичке, а также что по ценам. Когда ты едешь жить в Лондон, ты знаешь, здесь есть высокие зарплаты, но ты должен ещё ожидать, что здесь есть высокие траты. Ручной труд везде очень дорого стоит, ручной труд, я имею в виду эти услуги, которые выполняются руками. То есть сантехник, я не знаю, маникюр, массаж, всё это стоит, выходит в приличную копеечку. Итак, сейчас будем структурировано обо всем говорить. Первое, с чего мы начнём, давайте с жилья. Лондон делится на несколько зон, первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И, конечно же, чем ближе к первой зоне, тем квартира стоит дороже. Хочу сразу отметить одно отличие, что здесь арендную плату берут за неделю, а не за месяц. Допустим, однокомнатная квартира плюс living room, он не считается за комнату, то есть спальня плюс ещё одна комната. То есть в России это называется двушка, а в Англии, в Лондоне это называется однокомнатная квартира. One bedroom, однокомната плюс living room, это студия вместе с кухней. Она приблизительно нам обходится, сейчас точно не скажу цену, но такие квартиры стоят, вторая, третья зона стоит 350-390 фунтов. Это только за неделю. Вы должны посчитать, сколько недель это в месяце, это может быть 4, а может быть, оказывается, представляете, 5 недель в месяц есть. Всё это зависит, конечно же, также от зоны, от самой квартиры. Квартира может находиться в старом доме, квартира может находиться в новом доме, может находиться в высотке новой. И всё это зависит. Если вы смотрите жильё в многоэтажном, где там может быть 14, 15, 20, 50 этажей, естественно, самые высокие этажи, они будут дороже, чем нижние этажи. С чего начинается плата? Вы снимаете жильё непосредственно у агентства. Есть какие-то уникальные счастливчики, где им удается обойти агентство недвижимости и снять непосредственно у хозяина, но я таких людей, если честно, не знаю. Итак, аренда идёт только через агентство. И когда вы снимаете, выбираете жильё, вы 400 фунтов платите агенту. И мы ещё платили депозит. Депозит сумма, которая равна 4 неделе. То есть, допустим, если квартира стоит 350 в неделю, считайте 350 на 4, это уже депозит. Но, одно но, если вы снимаете с животным, допустим, с кошкой или с собакой, в контрактах прописано, что можно иметь животное. В каких-то домах нельзя иметь животное, это тоже надо учитывать. Если у вас есть животное, то вы платите депозит уже за 6 недель. То есть, считайте, 350 умножается на 6, и вот уже депозит за животное. Депозит в конце вашей аренды вам возвращают. Из депозита высчитается сумма за генеральную уборку, и остальная сумма вам возвращается. Бывает случай, что хозяин квартиры, или его здесь называют лендлорд, или лендледи, всё по-разному, anyway. Бывает, что они не возвращают депозит, люди там приходятся мучиться. Ну, это, конечно, всегда бывает. И, конечно, бывает, и агентства встречаются не очень честные, и, конечно, встречаются люди не честные. Но в большинстве своих случаев депозит всегда возвращается без проблем. Я слышала на таких ужасных страшных историях, самой даже бывает страшно, но всё в нашей жизни случается. По поводу покупки жилья я не могу вам сказать, насколько это выгодно и невыгодно. Всех, кого я знаю, с которыми я общаюсь, они в основном снимают жильё, и считается это более выгодно. И надо понимать, что при покупке жилья платятся даже налоги, а даже два, а может быть три и несколько. Я не могу вам сказать точную стоимость, потому что я с этим не сталкивалась. И если я вдруг куплю квартиру, если я, конечно, выиграю в лотерейный билетик, конечно же, будет этот влог, история о том, как я купила здесь квартиру. Но пока я не выиграла ничего. Если вы имеете свою квартиру здесь, вы решили передать в наследство своим детям, дети будут платить где-то, может быть, 30-40% от стоимости жилья как налог за наследство. Но если вы оформляете как трастовый фонд и передаете по наследству через траст, сложно мне это назвать, потому что я с таким никогда не сталкивалась, вы не имеете продать это жильё. Здесь очень всё запутано. И по поводу жилья, я знаю, что если вы гражданин UK, и у вас есть жильё в другой стране, и, допустим, где-нибудь в Америке у вас есть жилье, и вы решили продать квартиру, дом, ну, например, вы налог от этой стоимости продажи платите UK. Смысл? Я вообще не понимаю, как такое возможно. То есть, если ты гражданин UK, и у тебя есть квартира в другой стране, и ты её продаёшь, то ты платишь налог UK. Как вообще это? Вот для меня это как-то немножко странно, я не понимаю. Но есть такой момент, так что если вы миллионер, то, пожалуйста, учитывайте этот факт. Давайте поговорим о моём самом нелюбимом. Такс. Налоги. Здесь все мы платим налоги. Это безоговорочно. Я, к сожалению, не работаю здесь, и я не могу сказать, сколько процентов из зарплаты высчитывается, но я могу сказать те налоги, которые мы платим. Обязательный налог — это налог за жильё. Это не тот налог на имущество, как в России вы платите раз в год. Здесь есть такой налог, называется «Консултакс». 110 фунтов в месяц на двоих. Есть один лайфхак, как сэкономить на «Консултакс». Допустим, многие люди регистрируют себя как сингл, как одинокий, и платят один налог, не прописывая свою вторую половинку. И это приблизительно на 30% дешевле. Этот налог никто не может сказать, как он высчитывается. Допустим, люди, которые снимают в одном и том же доме, почему-то иногда платят разный налог. И никто им не объясняет, как он высчитывается. В большинстве случаев говорится, что это всё зависит от стоимости квартиры, рыночной стоимости жилья, где вы живёте. Из этих 100 фунтов в месяц идёт зарплата уборщикам, также идёт вычет за вывоз мусора и много-много другое. То есть этот «Консултакс» идёт не на квартиру, не ландлорду, он идёт в район, где вы живёте. Также здесь есть обязательный налог за телевидение. Он стоит где-то 12 фунтов в месяц. Этот налог платится за просмотр телевидения даже не только на телевизоре, а даже вот пускай с компьютера. Не знаю таких случаев, что кто-то приходил и проверял, где вы смотрите телевизор. Давайте поговорим о коммуналке. В месяц снимают среднестатистическую стоимость за электричество, за воду. А когда вы выезжаете, и делается уже перерасчёт, и считают, что где-то вы должны доплатить, а какую-то сумму вам возвращают. Естественно, очень страшно, когда ты льёшь воду без конца и платишь среднестатистическую стоимость, а в конце тебе аренды скажут, а ты ещё нам миллион должен. Вот в этот самый напряжённый момент, и непонятно, а почему нельзя сразу списывать ту стоимость, которую ты потратил, чтобы люди грамотно следили за своими расходами. По поводу электричества. В среднем мы платим где-то 30-40 фунтов в месяц. Это вот снимается среднестатистическая стоимость. Ты кладёшь кредит какой-то, допустим, 50-100 фунтов, и тебе потом плюс-минус вычитывают, сколько тебе добавить, сколько у тебя есть ещё на счету твоей электрокомпании. Газа у нас нет, у нас электроплита, и у нас нет батарей, которые обогревают помещение. У нас окна идут с потолка до пола, и зимой у нас бывает весьма и весьма прохладно. Но не спешите ругать наше жильё, потому что я знаю людей, у которых обычные маленькие окошки, но холодно ещё хлеще. Итак, у нас нет батарей для обогрева помещения, поэтому у нас идёт обогрев за счёт тёплых полов, которые обогревают комнату. Естественно, зимой ты топишь и оплачиваешь сам. И в среднем мы платили 60 фунтов в месяц, потому что мы одевали тёплые шерстяные носки, ритузики и свитер. Но я знаю люди, которые платят по 200 фунтов в месяц за обогрев помещения. Отопление, вот я знаю, у нас идёт по другому тарифу. Нагрев воды, это тоже где-то 40 фунтов в месяц, плюс электричество 30-40 месяц, вода. И тоже они берут среднестатистическую стоимость. В месяц они где-то берут 30 фунтов, и потом, когда вы уже будете выезжать, они также будут делать перерасчёт, и где-то вам нужно доплатить будет, а если вы экономный потребитель, то вам какую-то стоимость вернут. Мы делали перерасчёт. За полтора года мы заплатили 420 фунтов, и где-то, да, действительно, приблизительно выходит 30 фунтов в месяц. Мобильная связь всё зависит от самой компании, от тарифа. Например, за 3 гигабайта в месяц я плачу 10 фунтов. Соответственно, если больше тарифный план по гигабайтам за интернет, естественно, оно будет дороже. Давайте поговорим о еде. Есть торговые центры с едой, также есть фермерские рынки. Допустим, за еду я заказываю всё уже онлайн продукты. Я плачу где-то 60-70 фунтов за продукты. Это мясо, молоко, всякие овощи, бытовая химия. Это где-то за неделю, за полторы мы всё это съедаем. Соответственно, что-то докупаем, допустим, фрукты, хлеб, соответственно, мы докупаем. Это где-то ещё плюс 20-30 фунтов в неделю может уходить. Есть также коробочковый сервис, то есть вам предоставляют набор продуктов, рецепт, вы сами всё это готовите. Допустим, 4 блюда на двоих, это где-то будет 30-40 фунтов, в зависимости от вашего предпочтения. Можно дешевле, это, соответственно, надо попадать на скидки, на купоны, и если ваш друг поделится своим купоном с вами, вы платите на 50% дешевле. Допустим, берём кафе, вас двое в среднем, если вы берёте по блюду и по напитку, вас двое, вы в среднем можете в кафе здесь заплатить 25-30 фунтов. Соответственно, если по два блюда и по напитку, это может уходить уже до 50 фунтов. Рестораны, соответственно, они идут дороже, плюс 12% вы платите за обслуживание. 12,5% они уже включены в счёт. О домашних питомцах. У нас есть кошка, в среднем корм, и для неё я покупаю для таких красоточек, как она, это 2 килограмма, у меня уходит где-то 26 фунтов. Съедает она его, ну, приблизительно за месяц, за полтора. Влажный корм я не покупаю. 6 пакетиков по 85 грамм для кошек, это где-то 7 фунтов. Для хороших, таких красивых кошечек, как она. Тут она ходит, туда-сюда, своим хвостичком болтает. У нас нет страховки, и с этим мы очень сильно накосячили. Если вы переезжаете со своим домашним питомцем, сразу оформляете для него страховку. Это где-то в среднем 20 фунтов в месяц. И всё обслуживание, лечение таких пушистиков будет уже включено. За приём мы платим в среднем 50 фунтов. Это один приём, где вам просто посмотрит, какая у вас красивая кошечка или собака. Обработка, допустим, клещей стоит в среднем 15 фунтов. Если вы хотите завести кошку, вы платите просто за обычного дворового котёнка где-то 100 фунтов. Если вы хотите более породистую особу, это уже от 1000 фунтов. В Лондоне вообще я не вижу бездомных животных. Может быть, они здесь есть, но я их не вижу. И в основном здесь нет такого, что наша кошка окатилась. Возьмите себе котёнка. Нет, за всё вы платите. Соответственно, все прививки, все эти, кастрация. Да, кстати, кастрация животных здесь это где-то в среднем 85-100 фунтов. Так что, если вы хотите кастрировать свою кошку, стерилизовать, сделайте это лучше в своей стране. Я уверена, что это будет гораздо дешевле, чем в Лондоне. Я хочу вам сказать, что медицина здесь предоставляется бесплатно для тех людей, которые здесь официально живут. Если вы планируете переехать в Лондон, сделайте обследование, лечение зубов в вашей стране. Это будет гораздо дешевле, и вы можете гораздо встретить опытного и профессионального стоматолога. Я знаю случаи, когда зубы у моей подруги лечили, и когда она пришла домой, выяснилось, что вылечили ей здоровый зуб, а больной обошли, обошли. И ей пришлось ехать в Россию, лечить свой зуб уже там. Медицина в Англии бесплатная, при условии, что вы находитесь в этой стране легально. Страховка за стоматологию где-то 25 фунтов. И страховая не сразу покрывает стоимость, она вам потом возвращает деньги. То есть, чтобы воспользоваться страховкой, вы должны сначала полностью сами все оплатить лечение, и только потом страховая компания возмещает вам деньги. Стоматология в среднем 25 фунтов в месяц. Страховка, допустим, медицинская. Если сказать, что медицина здесь бесплатная, это немножечко, я думаю, неправильно. Потому что, когда вы делаете визу в эту страну, вы платите страховой взнос. Это в среднем где-то 300-400 фунтов в год на человека. То есть, соответственно, считайте, если вы делаете на 2 года, стоимость увеличивается в 2 раза. Если у вас еще двое, то вы уже платите в 4 раза больше. Допустим, за 3 года на двоих у нас страховой взнос это где-то 2 600 обошлось. Дорогое это удовольствие, но это обязательный платеж при оформлении визы. Остальную медицинскую страховку мы решили не делать. Но некоторые люди ее оформляют, и это стоит в среднем 30 фунтов в месяц. Хочу сказать минусы этой медицинской страховки. Если даже вы сделали свою медицинскую страховку, платите, допустим, 30 фунтов в месяц на человека, и минус в том, что вам все равно приходится обращаться к GP, стоять к нему в очередь, и только на его усмотрение вы дальше получаете, надо вам делать анализы или не надо, надо ли вам идти к узкому специалисту или не надо. Все тот же GP, все это решает. Если вам не нравится GP, единственный выход только менять своего врача на другого. К сожалению, вот этот general practice, его никак не обойти, чтобы попасть сразу к узкому специалисту. Во-первых, плюс, все анализы, которые вам назначают, вы быстро проходите, все обследование вы быстро проходите. Но по большей части, я знаю, мои знакомые, многие отказались платить за страховку, потому что не видят в ней смысла, потому что ты все равно идешь к GP, и все равно это идет своим ходом. Я знаю, моя подруга за семью, два взрослых и два ребенка, они в год платили 2000, но в итоге они потом отказались, потому что тот же самый GP, все то же самое. То есть здесь нет отдельной больницы, где к вам по-другому относятся и быстро вас обследуют. Здесь все равно, я еще раз повторяюсь, через обычную медицину вы проходите, вот через космос в туалет, как говорит. Минус его еще заключается в том, что как только вы подписали контракт, страховка будет покрывать те болезни, те моменты, которые образовались после подписания контракта. Допустим, вы из России едете с хроническими заболеваниями, желудка, сердце и так далее, а страховка не покрывает, потому что эти болезни появились до оформления страховки. Есть плюсы, есть минусы. О медицине я сниму отдельное видео. Так что если вам интересно что-то, напишите мне в комментариях вопросы, я постараюсь в следующем видео на них ответить. Поговорим немножко о спорте. Я человек, который не спортивный, у меня нет никакого абонемента в спортзалы, потому что в нашем доме уже есть маленький спортзал, где беговая дорожка, велосипед, где вы можете заниматься сами. Но, допустим, если вы хотите заниматься пилатесом в Лондоне, в среднем это групповое занятие обойдется вам в 30 фунтов. Если вы хотите брать индивидуальное занятие, это уже где-то 90 фунтов. Пилатес я имею в виду не просто как йога, а которая специальный доктор Пилатес разработал специальную лечебную гимнастику. Если вы хотите заниматься йогой, здесь в школах есть первые 20 занятий 15 фунтов. То есть это знакомство, инвейдинг как-то так называется. Вы можете посещать сколько вам угодно первые 20 занятий за очень маленькую стоимость, и потом уже решить, будете оформлять дальше абонемент или нет. В среднем абонементы стоят 50 фунтов в месяц, а разовое занятие где-то 10-15 фунтов за занятие. Бассейн. Бассейн тоже отдельная тема. Я хожу в общественный, обычный бассейн, и в среднем плачу 6 фунтов за разовое посещение. Допустим, если вы хотите посещать танцы, как спорты, они в среднем стоят где-то около 15 фунтов. Все это зависит от студии, зависит от локации, зависит от видов спорта, где вы хотите заниматься. Давайте поговорим о транспорте. К сожалению, я не могу похвастаться своими водительскими навыками. Я абсолютно не водитель, мой муж тоже. Я хочу отметить такой момент. Если вам меньше 25 лет, и вы решили поехать в Лондон и взять на прокат машину, соответственно, вы будете переплачивать за свой молодой возраст. Это в среднем надбавка за молодого водителя, в среднем где-то 30-40 фунтов. Это слишком дорогое удовольствие. Я не могу вам сказать, сколько будет стоить съем машины, но в среднем, если вы хотите поехать из Лондона в Брайтон на 3 дня и взять машину на прокат, ну где-то вот самая обычная машина обойдется вам 200 фунтов плюс страховка. Я называю цены вам абсолютно приблизительно, потому что я об этом не разбираюсь. И я хочу сказать, что мои друзья мне сказали. Если вы здесь живете больше трех лет, и у вас нет водительских прав в Великобритании, а есть свои родные права из вашей страны, здесь они уже недействительны. Еще хочу отметить, что здесь гораздо выгоднее брать карширинг, чем брать аренду автомобиля. Не знаю, чем лучше, потому что я не автомобилист, и я по ценам не ориентируюсь. Но имейте в виду, что если вы берете на прокат машину, и у вас банковская карта русская, то, возможно, страховка будет стоить дороже. Это тоже все зависит. Я не могу вам назвать стоимость, потому что это зависит от компании арендодателя, от машины, которую вы хотите, от локации, куда вы поедете, куда вы сдаете машину, и от самой машины, какого класса вы планируете взять. Так что, простите меня, я не знаю. По поводу метро. В среднем по стоимости за проезд, если вы едете, ну, в пределах первая-третья зона, за проезд не в часы-час пик, в среднем стоит это 2,40 фунта. Если вы едете в час пик, это там в 9 утра, это в 6 вечера, когда люди в основном возвращаются с работы или едут на работу, то стоимость увеличивается. Вы платите уже в среднем 2,80. Если вы едете на автобусе, здесь цена абсолютно конечная. Вы платите 1,5 фунта за проезд. Так, развлечения. Ходить в кино. Самый дешевый билет в самый простой кинотеатр. Если повезет, обойдется в 7 фунтов. Если вы хотите там более продвинутое кресло, более большой, не знаю, как это, экран, это может в десятку обойти. Но это цена за 2D. Если вы хотите идти в IMAX, более продвинутый, более крутой, навороченный кинотеатр, в среднем это 25 фунтов на человека за одно посещение за кино. Есть такая функция покупать абонемент в кино. На человека это где-то 20 фунтов в месяц, при условии, что вы покупаете на год. То есть вы платите в месяц кинотеатру 20 фунтов, и каждый день вы можете ходить и смотреть кино, которое есть. Соответственно, вы ходите не в час пик, не в выходные и один раз в день. То есть каждый день вы ходите в кино, смотрите, которое вам нравится. Один человек, один абонемент. В принципе, это выгодно, если вы любите ходить в кино. Театр. Театр тоже все это зависит от постановки, от актерского состава. Например, я ходила на спектакль с Джулиан Андерсом, самый дешевый билет я брала за 60 фунтов. А обычные постановки, где нет голливудских звезд, самый дешевый билет можно взять за 15 фунтов и выше. Футбольные матчи. Футбольные матчи я так до сих пор и не попала ни на один футбольный матч, хотя здесь страна футболистов, потому что ты не можешь купить билет онлайн. Тебе нужно обязательно иметь членство в футбольном клубе, как-то так называется. Это платится где-то 30 фунтов в год. Но я ради одного матча не хочу платить эту стоимость, а билеты в среднем продаются от 20 фунтов и выше. В соответственности, чем лучше место, тем оно дороже. Аптека лекарств. Если вы заказываете через iHerb витамины, вы платите, соответственно, на 20% дороже. Я вам хочу сказать, не стоит брать обезболивающие от аллергии, потому что здесь они везде распространены, есть дешевые, есть дорогие варианты. Если вы страдаете конъюнктивитом, обязательно из России, из своих стран, привезите что-нибудь антибактериальное, потому что здесь сложно получить какой-нибудь антибиотик без рецепта. И здесь такая политика в лекарствах, в рецептах. Доктор вам выписывает препарат, допустим, GP выписал вам антибиотик, и вы платите стандартную стоимость взнос 80 фунтов. Эта стоимость не зависит от того, сколько стоит ваш препарат. Это если вам врач выписывает таблетки и мазь, вы платите дважды, 8,80 за каждую лекарственную форму. Так что не болейте. А плюсы в том, что если вы ребенок до 17 лет, вроде бы до 17-16 лет, лекарства вам бесплатны. Если вы пенсионер и вам больше 60 лет, лекарства для вас бесплатны. Если вы мама, родили только что ребенка, все препараты, медикаменты для ребенка первый год абсолютно бесплатны. Здесь есть, конечно, плюсы, но минус в том, что вы каждый раз за каждую лекарственную форму должны платить 8,80. Рецепт дают вам однократно, и если вам в будущем нужно его продлевать, вы опять идете к доктору, опять вы выписываете этот же рецепт, и идете заново платить 8,80. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Обязательно напишите в комментариях, что вас интересует, что сколько стоит, что я не упомянула. Я постаралась упомянуть все те факты, с которыми я сама столкнулась, или мои друзья имели опыт, чтобы я могла с этими фактами поделиться вместе с вами. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Обязательно оставляйте комментарии, вопросы, которые вас волнуют, я на все отвечу, и увидимся уже в следующем видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok